Безвозвратно, потому что строение депутатов городской думы, увы, они совершенно не дают нам никакую надежду. Не всех, за редким исключением. Был у нас такой губернатор Борис Немцов. Борис Немцов сделал наш город открытым, модным. И даже на улице Большой Покровской можно было встретить Тетчер или Меджера, вот так вот, спокойно, которые гуляли в нашем городе, прекрасную Вишневскую или Ростроповичья. Увы, к нам в Нижний больше никто не ездит. Мы стали серым, заурядным городом. И я считаю, что вина каждого нижегородца, который сегодня здесь находится, в этом тоже есть. Почему такое получилось? Ведь была конкуренция. Ведь именно при Борис Немцове, таком ярком лидере, произошла история с мэром города Петняковым, когда потребовалось даже вмешательство президента Ельцина, чтобы отлучить его от этой должности. И причиной этой драки, этого соперничества были именно деньги. И потом все, губернаторы и мэры, они конкурировали друг с другом. И была какая-то политическая жизнь, не пустая поляна. И принимал участие в политической этой жизни, в том числе и Киренко, Сергей Полновой, представитель президента. И вот Москва делегировала нам бывшего заместителя мэра Лужкова Шамцева. И все, все стало зачищено. В 2010 году прекратилось все, потому что у нас отняли выборы мэра. И у нас были назначены, по сути дела, главой города и сети-менеджером два предпринимателя, два удачливых предпринимателя. И была какая-то, по крайней мере, надежда, что это состоятельные, состоявшиеся люди скажут, что пришло время нам отдавать, а не брать. К сожалению, не получилось. Вы уже сегодня об этом слышали, что жена нынешнего главы Нижнего Новгорода, самая состоятельная женщина Нижнего Новгорода. То есть России. Вот так вот получилось. И сегодня много вопросов здесь поднималось. Все-таки вопросы, знаете, к власти. А у меня вот сегодня самые главные вопросы, самая главная беда, я считаю, в том, что состоятельные, состоявшиеся люди в Нижнем Новгороде не хотят идти во власть. И сегодня самая главная проблема. Мы смотрим и думаем, а кого мы рассматриваем на пост мэра, губернатора, то есть на пост губернатора. А кого мы сегодня рассматриваем на пост мэра Нижнего Новгорода. А кого мы сегодня рассматриваем на роль депутатов той же Гордумы, если вдруг она останется, или там законодательное собрание. Все, пустыня. Народ не хочет идти во власть, потому что власть полностью себя дискредитировала. Хорошо, вернем мы выборы мэра. А кого мы выберем? Вас. Ведь что у нас произошло? Серьезно. Спасибо. Ведь что у нас произошло? У нас произошел скандал, конфликт. У нас впервые в истории государства дважды депутаты отказали президенту Путину. Он дважды назначал Ходрева губернатором, и дважды наши депутаты осмелились отказать ему. Ну так вот, получите шансово. Мы получили шансово до глыбу матерого человечища, который зачистил полностью политическую площадку. Вот так вот. Никакой поросли. Поэтому проблем в Нижнем Новгороде очень много. И, конечно, стыдно перед другими городами, потому что мы были крайне пуганных журналистов, мы были крайне пуганных демократов. И во что мы превратились? Вот на глазах всей России сегодня мы только известны тем, что у нас живет в Нижнем Новгороде дама, которая самая пуганная в России благодаря, соответственно, должности своего мужа. Ну и очень пикантная деталь. Вот, Дмитрий, ваш любимый герой Сорокин, он в последнее время, ему, видимо, сделано замечание, почему-то так неактивен. Так он стал очень большим патриотом, ударился в патриотизм. Видимо, вот все негодяи, все перебежища всех негодяев, увы, патриотизм. Спасибо большое. У нас здесь присутствуют...